Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я встретила парня своей мечты. Идеал в розовых очках. Я буду читать текст и давать комментарии. Потому что текст достаточно объемный, перечитывать его, а потом давать ответ. Это, в общем-то, означает упустить какие-то детали. То, что вы пишете про идеал в розовых очках, это история про идеализацию. Идеализация является формой потребностей человека. То есть у вас был, точнее, ряд потребностей ваших нереализованных. В том числе это может быть результат прошлого негативного опыта. Например, раз в год. Вот. И, соответственно, эти потребности сформировались в виде идеала. В виде идеального человека. Вот. Собственно, этот идеальный человек, этот человек. И запечатлялся вам в лице мужчины. Вот. Чем это опасно? Тем, что вы не видите реальную личность перед собой. И, соответственно, не вырабатываете к ней отношения. Они были на мне, видимо, из-за влюбленности тех гормонов. Не совсем понятно, что вы здесь имеете в виду. Подразумеваю, что влюбились вы из-за гормонов. Ну, нет. Гормоны здесь ни при чем. При условии, что у вас все в норме с гормонами. Он жил в другом городе далеко от меня. Мы общались. Полгода было доверие. От и до. Ну, опять-то. Это напоминает слияние. То есть доверие. Полное доверие. Когда я во всем полагаюсь на человека, да, это вот история про слияние. Вот. Такое слияние, да, чем оно опасно, вы можете прочитать в интернете. И вот я съездил к нему, мы отдохнули 10 дней и шли упорно к переезду. Ну, полагаю, речь идет об ум, чтобы шить место. Вот. Вообще история здесь напоминает страсть. То есть это, в принципе, такая вот разновидность идеализации. Более локальная и более естественная, но в то же время. В то же время более быстротечная. Все бы ничего, но у него были проблемы с работой. Работала я. Больше всего я давала все себя семье. Ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду под семьей, да. Мужчина точно вам не семья. А если вы имеете в виду там своего ребенка, то это вообще другая история. Но как это соотносится с тем, что вы пишете. Ну, вот. Дальше, если у вас за плечами развод. Развод – это всегда травма. Ее нужно прожить, а необходимые выводы и опыт из этого самого развода извлечь. Потому что к нему что-то привело. Ваше поведение привело к разводу. Соответственно, оно же может и портить отношения сейчас. с вашим мужчиной. То же самое касается и молодого человека. С него развод как бы тоже не без причины произошел. Тут вы работали, тут вы работали и работаете. Вы больше всего себя отдаете и вообще вкладываетесь. Но есть ощущение, что вы ведете себя как зависимый партнер. То есть пытаетесь все контролировать. Отсюда требования к доверию и пытаетесь быть сильнейшим вы. Отсюда желание обеспечить близких людей всем, всем, всем. Вот. За этим скрывается, как правило, потребность в том, чтобы человека к себе привязать. Он подорвал свое доверие, не сказав мне о беременности его бывшей жены. Да? То есть как бы это означает, что вот как раз при идеализации возникает такая вот потребность выглядеть определенным образом. то есть когда я чувствую, что меня идеализируют, я начинаю бояться разочаровать человека. к сожалению. То есть появляется такая вот история. То есть я начинаю бояться, бояться человека разочаровать. и соответственно, если я боюсь разочаровать человека, то конечно я не буду, ну, я не буду говорить ничего, того, чтобы вот не нарушать, ну, вот этот вот момент. то есть я не буду ничего говорить, чтобы не портить, значит, впечатление, ну, вот впечатление о себе. Вот. То есть это вот подобная такая модель поведения, она является, ну, опять же, вполне себе естественной. когда мы, ну, пытаемся, так скажем, да, пытаемся, с одной стороны идеализировать партнера, с другой стороны, когда вот нам необходимо, так скажем, поддерживать некий такой, ну, образ, скажем так. Вот. То есть тут это, конечно, вот, значительно усважняет процесс взаимодействия между, ну, между, между людьми, да, между, между, между мужчиной и женщиной, например. Вот. То есть проблематика здесь, я надеюсь, вот она, ну, вполне, так скажем, вполне очевидна, да, я очень на это надеюсь. Вот. То есть это такой вот, получается, страх, страх разочаровать, ну, получает. Вот. Дальше. Значит, ну, кроме того, это травма для вас. То есть здесь, в принципе, наверное, понятно, да, что он разтравмировал то, что, ну, бывшая жена беременная, вот, вас разтравмировал. А то, как вы обратились, ну, вот, скажем так, со своими чувствами, да, это вот, ну, большой вопрос, большой вопрос, то, как вы обращаетесь со своими переживаниями, вот. Потому что больно, 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 неприятно, тяжело, тяжело, болезненно. Ну, само собой, это понятно. А что делать дальше? Вопрос. Вот. Поэтому тут вот очень важно увидеть то, как вы обращаетесь со своими чувствами, своими эмоциями, вот, своими переживаниями, как в целом выстраиваете отношения с мужчиной. Мне показалось, например, что в этом смысле у вас довольно высокие есть требования к, ну, к партнеру, вот. Хотя, понятное дело, что могу ошибаться здесь. В любом случае, это травма, то есть вот то, что вы узнали про беременность, его бывшей жены, это травма. И вам с этой травмой, ну, необходимо, опять же, поработать, чтобы ее прожить. То есть вот та злость, о которой, например, вы говорите, да, она вполне естественная, она нормальная, эта злость. Но, опять же, это является следственным результатом того, как вы обращаетесь со своими, со своими чувствами, вот. На мой взгляд, обращаетесь вы с ними, ну, не очень хорошо. То есть, на мой взгляд, вы обращаетесь со своими чувствами, ну, вот, несколько, что ли, пренебрежительно, как мне кажется, в данном случае. Дальше, кредит, о кредите, который он использовал 10 дней, то есть человек строил сказку на иллюзию. Ну, так обычно бывает, мне кажется, вы этого хотели. Дальше, ближе к новому году его сократили, мы нашли работу, работали вместе очень много. Для чего? Ну, а дальше, недоверие, недосказанность, он искал поддержку своей семье, которая им особо не интересуется. Важно увидеть ваш, ваш собственный вклад в недосказанность. То есть, сейчас, в данный момент, вы обвиняете, по сути, только мужчину в том, что недосказанность присутствует. Вот, вы обвиняете только человека. Но есть ваш вклад в это. И вам важно, на мой, по крайней мере, взгляд, увидеть именно свой вклад в том числе в, ну вот, в эту, в этой ситуации. Так, по крайней мере, это выглядит для меня, да, вот, ну, таким образом, по крайней мере, для меня это выглядит. Значит, с точки зрения, опять же, психологии, да, и с точки зрения, вот, психотерапии. Дальше. Так, у него просто боятся признать себе, что он не нужен. Ну, откуда вы знаете? Я понимаю, что этот человек никогда не признается. Зачем вам это, чтобы он признавался? И тут, когда я уже настолько озлобленный, озлобленный, я забеременел. Ну, на мой взгляд, весь вопрос. Как вопрос касается исключительно проблематики личных границ. То есть, ну, вы же понимаете, например, что, ну, что, тот факт, что вы, скажем так, вы беременен, будучи, вот, как-то, как вы говорите, озлобленным на него. Вот. Это вряд ли, вряд ли, вряд ли это случайно. Вот. На мой взгляд, это результат вашего отношения к себе. Такого. Несколько вот. Ну, безответственного, скажем так, отношения к себе. Вот. Дальше. Я сразу сказал о борту, быстро согласился, неделю скандалов. Тут изучите, пожалуйста, психологическую игру, скандал. Я убегал из дома, гуляла вдали. Ну, это вот избегание. Решили помириться, все змеи пошли в сауну. Опять же, что вы подразумеваете под примирением, то есть, что вы понимаете под этим. Очень важно понять. Тут он забыл важную вещь для меня и начал возмущаться, что без нее никак. Ну и все, я просидел два часа, пока с дочкой купалась. Ну, даже. Это вопрос вашего взаимодействия. Я просто собралась и уехала. Понимаю, что для дочки я злая и строгая мама. А тот, кто купит бургер, добрый. Тут вы уходите в обиду. Честно понимаю, что я ему не нужна. А вы сами себе нужны. Хотя он сам из главного глумечится, то хочет, то не хочет. Я скажу так. Из-за влобы, плюс мои приматы в уст, я тоже сказал немало. Но я делал все для него, покупал одежду, духи, а этот человек ничего. Это элемент созависимости. Отговорки, мол, тебе эти дети не нравятся, такого ты не любишь, сама говоришь. Надо платить деньги. Ну так все девушки так говорят. Причем здесь все девушки. Мы говорим право, да. То есть как бы не нужно здесь уходить в стереотип. Почему пытаюсь тянуть котел за хвост и верить в эти отношения? Как точно понятно, что уже все ладно. Лучше научиться себя чувствовать, да. А пока что вы переключаетесь на другого, ну на другого человека. Вот. И пока так будет, вам будет сложно. Достаточно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok